Российские автопроизводители анонсировали повышение цен, начиная с марта, примерно на 2%. За прошлый год машины в стране подорожали в среднем на 24%. 2022 для авторынка России стал самым худшим за 20 лет. Уход и заморозка работы иностранных автоконцернов привела к резкому росту цен на автомобили и их дефициту. Продажи новых машин рухнули на 60%. О перспективах российского авторынка в следующем сюжете. Несмотря на уход иностранных брендов и дефицит новых автомобилей, продажи российских в прошлом году не выросли, а наоборот упали почти в половину. И вот в феврале Автоваз сообщает о дальнейшем падении продаж. Аналитики связывают это с подорожанием российских машин почти на четверть. Но местные производители считают, что причина в слабой господдержке. Выделили мало средств на программы льготного кредитования. По нему жители могут купить модели марок УАЗ, ЛАДА, ГАЗ и ХАВАЛ стоимостью до 2 миллионов рублей со скидкой 20%. Но даже на таких условиях цены на российские авто не очень конкурентно способны. Покупатели зачастую выбирают автомобили иностранных брендов. А они теперь попадают в страну только по схеме параллельного импорта. Большой поток таких машин идет в Россию из Казахстана. Количество автомобилей, которые ввезены из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, это как минимум несколько десятков тысяч автомобилей. Точной статистики по 2022 году пока нет. В целом, можно сказать, что это поток, достаточно серьезный поток. Причем не только автомобили, которые были предназначены непосредственно для рынка Казахстана, но и транзитные автомобили, которые заезжали в Казахстан для того, чтобы растаможиться с заниженной таможенной ставкой. Чтобы работать эффективно, российскому автопрому необходимо продавать в год полтора миллиона транспортных средств. По предварительным расчетам аналитиков, в нынешнем году суммарно российские автомобили-строители продадут не более 900 тысяч машин. Основная причина – дефицит комплектующих. Мы здесь, на нашей территории, собирали западные и восточные автомобили, потому что это минимизировало налоги. То есть они привозили не машины, а двери, стекла. Здесь их собирали, за это платили существенно меньший налог, чем если привозили машину целиком. Это было очень прибыльно, это очень помогало. Но сейчас означает, что этих производств нет. Если не привозить то, чего собирать, то автомобили строить не будет. И мы видим, что на самом деле в автопроме все те же проблемы. Это очень критическая зависимость от комплектующих расходников, которые покупались в Америке, в Европе, в Германии, в Польше, в Чехии, в Корее, в Японии. Поэтому российский автопром, «Москвич» тот же самый, вы прекрасно знаете, что это разобранные на китайских заводах автомобили «Джак», которые привезли в Россию машинокомплектами и отверточное производство собрали в России, обратно прикрутили фары и колеса, и дальше пустили в продажу, как российский «Москвич». Там российского практически ничего и нет. Из-за острого дефицита санкционных европейских комплектующих российский автопром стал выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов, контроля устойчивости в заносах, а также отказался от нормы Евро-5 и теперь еще и не устанавливает систему навигации. Однако снижение уровня безопасности и экологичности не привело к снижению стоимости из всех автомобилей. В продажах российские марки до недавнего времени занимали 40%, а китайские – 38% рынка. Но в конце февраля китайские авто уже обошли конкурентов и по итогу года, по прогнозам аналитиков, займут более 60% рынка. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24.